привет вы на канале антик бутик меня зовут валерия и со мной мой самый младший сын алекс привет у всех кто коллекционирует фарфор если предпочтение в мануфактурах у нас это розенталь и его есть за что любить и формы и декор все очень очень красивая я заметила что у меня почти в каждом видео есть немножко розенталь и сегодняшнее видео не исключение у нас сегодня фарфор исключительно антикварный начнем с этой восхитительной бомбоньерки ее создали на мануфактуре розенталь серия сан суси посмотрите как у нее очаровательный рельефный декор я же рассказывала что этот декор повторяет декор в одном из залов дворца санс-суси что в городе подсдам и только розенталь имеет право воспроизводить его наверное именно поэтому такая посуда очень ценится подать в такой бомбоньерки конфеты сухофрукты или небольшое печенье было бы здорово у нее фарфор цвета слоновой кости но поскольку она абсолютно самостоятельная вещь то из сервизами выполненными в белом фарфоре она тоже будет хорошо смотреться посмотрите какое клеймо для тот редкий случай когда фарфор был создан в 1943 году я рассказывала что мануфактура работала во время войны и что совет директоров отстоял ее название потому что она была известна во всем мире хочу еще поближе показать рельеф алекс чтобы ты положил в такую бомбоньерку я бы положил туда конфеты а я бы наверное маленькие печеньки следующем у нас будет чайное трио это тоже результат серия помпадур и она восхитительно не очень нравится насыщенные тона цветов они не яркие и хорошо сочетаются с фарфором цвета слоновой кости форма помпадур на мой взгляд одна из самых красивых неудивительно что за ними так активно охотятся осталось их к сожалению не очень много поэтому если вы увлекаетесь серия помпадур я рекомендую к сожалению второе такое триом найти будет очень сложно практически невозможно трио было создано в 30-40-х годах иногда определить точный возраст достаточно тяжело именно в эти временные рамки писали на клейме цель джермании такое трио хорошо как себе в коллекцию так и на подарок у него очень хорошее состояние этот набор для десерт или фруктов тоже розенталь серия флорида ни для кого не секрет что розенталь выпускал много фарфора на экспорт особенно в сша думаю названием серии все сказано я думаю что серия называется флорида потому что мы экспортировалась в флорида мне нравится здесь как и в предыдущем лоте сочетание фарфора цвета слоновой кости с насыщенными но не яркими цветами несмотря на то что с эту больше ста лет смотрится он достаточно современно но одновременно с этим у него и шар начало прошлого столетия сайт состоит из небольшого блюда и шести розеток сайт был создан в период с 1901 по 1933 года блюдо немного глубокое поэтому он подойдет для ягод или небольших фруктов и летом на даче этот сет будет чудесно смотреться это тюрин тоже розенталь серия empire предыдущем выпуске я показала как выглядит тюрин серии empire созданная в 20-30 годах прошлого столетия сейчас вы посмотрите как делали тюрин самом начале прошлого века форму у нее тоже медичи но на ручках у нее головы и нервы с одной и с другой стороны на одной из голов к сожалению на носике есть небольшой стес а но он даже не поменял профиль и его увидеть можно в общем то только если сильно поднести к лицу тюрин я его даже рассматривала в увеличительное стекло тюрин была создана вперед с 1907 по 1910 года потрясающая вещь она дошла до меня к сожалению без крышки но и так она будет хорошо смотреться на столе и чудесно подойдет к столовому фарфору белого цвета а это тюрин уже от немецкой мануфактуры хотчинройтер на ней в одном клейме соединились два имени одно собственно лоренц хотчинройтер а другой паул мюллер с 1900 с 1890 по 1917 года мануфактура паул мюллер была абсолютно самостоятельная но в семнадцатом году ее выкупил хотчинройтер и она ему принадлежала аж до сорок третьего года потом мануфактура перешла к всем известной королевской мануфактуре берлинской королевской мануфактуре кпм фарфор паул мюллер был настолько хорош что за него сражались такие монстры фарфоровой индустрии как хотчинройтер и кпм это тюрин была создана в тот период когда мануфактура принадлежала хотчинройтер значит это было с 1917 по 43 года у тюрин красивая форма элегантный декор но особенно мне нравятся ее ручки хорошее дополнение к столовому сервизу закончим мы сегодня этим замечательным сервизом от немецкой мануфактуры power on five он очень яркий и жизнерадостный а мануфактуре power on five я же рассказывал в другом видео у вас сейчас наверху появилась подсказка вы можете нажать и послушать а сейчас давайте просто насладимся этим сервизом сад состоит из пяти три тарелки есть с разными цветами какие-то цветы повторяются какие-то нет у них интересная рельефная форма как гофрированный фарфор на и очаровательный золотой декор по краю фарфор на чашках очень тонкий на свет они просвечиваются и видно рисунок букеты на чашках как и на тарелках разные есть в трех вариантах алекс можешь показать один пожалуйста спасибо вот как он выглядит красиво вот так выглядят тарелки есть у нас еще чайник это мануфактуры спасибо алекс на нем к сожалению есть два небольших скола давайте простим ему эту оплошность потому что ему возможно сто лет или больше ведь мануфактура baron five расуществовала с 1904 по 1934 года чайник будет выставлен отдельно алекс мог показать пожалуйста с другой стороны вы можете его приобрести можете его сдержаться вот так он выглядит с другой стороны хочу напомнить что всю нашу красоту можно приобрести в онлайн магазинах ссылки на них есть внизу в описании а на сегодня у нас все если вам это видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые серии до новых встреч пока пока